Дмитрий Житарчук Сегодня Киров посетил председатель финансовой корпорации «Система» Владимир Евтушенков. Напомню, несколько месяцев назад миллиардер стал известен общественности благодаря делу Башнефти. Тогда бизнесмена обвинили в хищениях акций компании и отмывании доходов. Но спустя время все обвинения с него были сняты. Компания, которую возглавляет Евтушенков, продолжает активную деятельность. В Киров миллиардер Владимир Евтушенков приехал с рабочим визитом. Здесь он подписал соглашение о сотрудничестве. Стоит отметить, что интересует в первую очередь корпорацию «Система», интересы которой представляет Евтушенков. Лесная отрасль. Подобные соглашения были подписаны и в других регионах. В частности, в нашем регионе корпорация готова вложиться в развитие фанерного завода. Общий объем инвестиций составит около 8 миллиардов рублей сроком на 5-6 лет. Деньги пойдут на модернизацию и увеличение объемов производства. И это не единственная сфера, в которой готова сотрудничать корпорация «Система» и наш регион. Как отметил Евтушенков, все риски просчитаны, работа начинается. Мы долго взвешивали наши возможности, поняли, что да, это нам по силам, поэтому мы здесь. Мы видим в качестве перспективной темы работа с «Игроградом» и нашими предприятиями индустрии детских товаров и сетью «Детский мир», которая входит в ВФК «Система». Мы видим перспективы по работе с проектом «Безопасный город». Представители Следственного комитета по Кировской области отреагировали на комментарии в программе «Пусть говорят», которая вышла накануне на Первом канале. В передаче говорилось, что виновные в падении снега с крыш уходят от ответственности. Отмечу героями программы. На федеральном канале стали несколько жителей Кирова. Среди них молодая мама, которая потеряла месячного ребенка после падения глыбы льда с крыши дома. А также 9-летний мальчик, который чудом остался жив после схода снега, которым его завалило также с крыши одного из домов города. Как прокомментировали сегодня в Следственном комитете, по всем фактам падения льда на детей возбуждено 10 уголовных дел. Расследования по каждому из них ведутся. Глава областного Следственного комитета пообещал довести все дела до суда. Профилактика любых правонарушений, а тем более правонарушений, жертвами которых становятся дети, это привлечение предостаточных на то оснований, достаточной доказательной базы, виновных лиц к уголовной ответственности. При условии неотвратимости наказания. Но чтобы было понятно, насколько серьезное внимание уделяется данному направлению, расследованием уголовного дела занимается тот отдел, который в настоящее время параллельно расследует банду прокопа. В районе площади Лепси сегодня днем образовалась большая пробка. Там произошла страшная авария. Водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода. По данным сотрудников полиции, пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель КамАЗа у зебры сначала притормозил, но начал движение дальше, и при этом не убедился, что все успели покинуть проезжую часть. В результате сбил женщину от полученных травм, она скончалась на месте. Сейчас этим делом занимается полиция. Там выясняют все обстоятельства аварии. Адвокаты, приставы и прокуроры сегодня открыли свои двери. Каждый год, 20 марта, во всех регионах страны проходит день бесплатной юридической помощи. И Киров не стал исключением. Например, в приемной президента России консультации гражданам давал помощник прокурора Кировской области. Заходит даже без стука. Сегодня дверь к помощнику прокурора области была открыта для всех. В Кирове, как и в других регионах страны, прошел единый день юридической помощи. Принимают, конечно, не только прокуроры, в общем-то, все правоохранители, адвокаты. И граждане, как показывает практика, достаточно активно обращаются в эти дни. Именно для решения каких-то вот таких вот разъяснительных вопросов. Потому что, как правило, нарушение прав граждан происходит именно из-за того, что они не знают своих прав. Граждан в основном беспокоят социально значимые вопросы, проблемы в сфере ЖКХ и нарушения трудовых прав. Время каждой консультации не ограничено. И такую помощь Ассоциация юристов России организовала бесплатно. Я один раз ходила, я заплатила 500 рублей, буквально за какие-то 5 минут. Ну, я ничего не поняла из того, что мне объяснили. Сейчас вот очень удобно, то есть все понятно, приятно прийти, все объясняют, ни в чем не отказывают. Почаще бы вот так вот устраивали. В акции приняли участие не только прокуроры, но и судебные приставы, адвокаты и нотариусы. День бесплатной юрпомощи в Кирове продолжался в течение всего рабочего дня. Также прием населения проходил и во всех районных центрах области. Ксения Фрик, Николай Шихарбеев, Пюро новостей, Давище. Незаконная торговля спиртовыми настойками обернулась сносом ларьков. Судебные приставы совместно с чиновниками демонтировали им сегодня один из ларьков на Авиатском районе. Ранее он не вошел в схему размещения нестационарных торговых объектов. И этот киоск не единственный, где нарушали закон. Утро. Но ларек на улице Апарина в Нововятске работает круглосуточно. Поэтому в него то и дело заходят покупатели. Несмотря на то, что павильон этот продовольственный, люди берут отнюдь не продукты. Три перца. Без лишних вопросов продавец из-под прилавка продает мужчинам бутылочки с перцовой настойкой. Хотя по закону делать это запрещено. На вопрос, почему пренебрегает правилами, женщина ответить отказалась. Почему продаете запрещенное шкалючо здесь? Мы ничего не подъем, ничего говорить там не будет. А мы видели, что вы продаете. Скажите, почему продаете? В этом лареке на улице Пушкина тоже продавали запрещенные спиртовые настойки. Больше не будут. Сегодня судебные приставы вместе с чиновниками пригнали специальную технику, чтобы демонтировать киоск. Потому что этот ларек не находится в схеме. Есть судебное решение на демонтаж его. И выполняется решение судебного на демонтаж. Напомню, в конце прошлого года сотрудники Кировской администрации утвердили схему, где и как должны располагаться торговые объекты. Хозяевам тех ларьков, у которых были различные нарушения, давали время их исправить. Но воспользовались этим не все. Те киоски, которые в схему не попали, владельцы должны были убрать за свой счет. Собственник этого ларька выполнить демонтаж отказался. К должнику применены все меры принудительного исполнения. В соответствии с решением суда срок, который дан судом, тоже был истек. Поэтому администрация самостоятельно сносит этот торгово-остановочный комплекс с понесением всех расходов на должника. По словам судебных приставов, киоску на улице Опарина тоже недолго осталось. По нему также вынесено судебное решение. Сносить его приставы и чиновники планируют в конце марта. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. Завтра мир отметит Международный день человека с синдромом Дауна. Дата 21 марта выбрана не случайно. Люди с синдромом Дауна имеют три копии 21-й хромосомы. На одну больше, чем у обычных людей. По статистике, в мире каждые 700-й ребенок рождается с таким дефектом. И это соотношение одинаково для различных стран, регионов, социальных слоев. Вот только относятся к людям с синдромом Дауна в мире по-разному. В России, например, до сих пор не развита система социальной адаптации таких людей. Зато есть масса мифов и предрассудков. Их еще называют солнечными людьми, если на языке специалистов, детьми с особенностями развития. Отличаются от остальных тем, что в их геноме на одну хромосому больше. Дети с синдромом Дауна нуждаются в особом уходе и требуют к себе большого внимания. Чем в этом центре и занимаются. Работают не только с ними, но и с их родителями. Не менее важно, говорят специалисты центра, объяснить взрослым синдром Дауна не приговор. «Оказываем психологическую помощь и информационную. То есть в основном страхи из-за того, что люди не знают, что будет дальше. И мы помогаем им составить такой жизненный маршрут ребенка. То есть сказать, что да, он пойдет в садик, он пойдет в школу, он сможет получить профессию. И помогаем таким образом сохранить эту семью и сохранить ребенка в семье». Здесь закладываются основы для их последующего развития. Это своего рода старт на пути к практически полноценной жизни. Главное этих маленьких участников своеобразного марафона любыми способами и средствами подбадривать на каждом этапе их жизни. Не всегда получается. Сегодня подобные центры социальной адаптации в регионах ориентированы только на детей с синдромом Дауна. С людьми же более взрослого возраста работают специалисты только в столицах, в Петербурге и Москве. Оказывать же ту или иную поддержку, как еще их называют, солнечным людям приходится на протяжении всей жизни. И тут уже ответственность сложится на близких и родных. Прогуляться вот так с мамой Женей Юферевой не всегда удается. Сам напряженный график. Девочка рисует, ходит в бассейн, а еще уроки. Мне нравится русский язык. Читение живого мира. Успеть нужно все и по возможности ей это удается. И не без усилий самих родителей. Своего ребенка ни в какие центры социальной адаптации Светлана Юферева не отдавала. Но и от мира, когда узнали о том, что у Жени синдром Дауна закрываться не стали. Используем свою методику, живем в обществе, развиваемся, стараемся развиваться, как все остальные дети, заниматься танцами, музыкой. В будущем, конечно, профессию какую-то с определенным образованием нам будет сложно получить. Но мы видим себя в социальной сфере. То есть эта помощь может быть таким же детям. При поддержке и особом внимании солнечные люди могут достичь максимальных для себя успехов и в более взрослом возрасте. В Кирове случаи, говорят, единичные. В Москве и Петербурге счастливых историй хватает. Кто-то находит себя в кулинарии, кто-то в творчестве. Люди с синдромом Дауна работают и обеспечивают себя. Главное, говорят специалисты, еще на первых порах, что называется на старте, заложить им веру в себя. Дмитрий Житарчук, Николай Шахарбеев, Алексей Юферев. Бюро новостей. Давича. Почти сотню кировчан оштрафовали за неуплату штрафов. Об этом рассказали сотрудники службы судебных приставов. Несколько дней вместе с полицейскими они ходили по квартирам должников, которые вовремя не выплатили денежное взыскание за административные правонарушения. Всего во время рейда к ответственности были привлечены почти 700 человек. Должники выплатили штрафы на сумму более 700 тысяч рублей. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Мужчину, который бросил кирпич на 7-летнего ребенка, приговорили к одному году тюрьмы. 24-летнего кировчанина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 1 декабря. Мужчина освободился из тюрьмы и за полчаса до происшествия подрался на улице. Чтобы догнать обидчиков, он бросился в подъезд дома 184 по улице Ленина. Но никого не нашел. В итоге со злости он поднял с пола кирпич и бросил в окно. Возле подъезда в этот момент проходил 7-летний школьник. Кирпич попал ему прямо в голову. С черепно-мозговой травмой и переломами мальчика доставили в больницу. Льгот на лекарства для чиновников не будет. В Госдуме назвали сообщение СМИ о том, что якобы дано право на получение лекарств бесплатно или с 50-процентной скидкой провокацией. Депутаты потребовали опровержения такой утки. А в Кремле заявили, что указ президента не вводит льгот для госслужащих и носит чисто технологический характер. Уже в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 15 градусов. Но в целом погода в апреле будет типичной для этого месяца. Об этом рассказал главный метеоролог области Марат Фрэнкель. Он посоветовал кировчанам не бояться похолоданий. Вскоре после них тепло вернётся. Также синоптик отметил, что на его памяти никогда не было такого тёплого февраля. А предварительные прогнозы погоды на лето пообещал озвучить в ближайшее время. Сейчас мы прервёмся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Половина солнца. Кировчане и жители северных широт наблюдали солнечное затмение. Обсерватория своими руками. Верхошижимье. Лаборатория по изучению звёзд стала местной достопримечательностью. Дипломы, медали и кубки. В Кирове завершился турнир по фигурному катанию на призы имени Сергея Мироновича Кирова. Кировчане наблюдали солнечное затмение. Сегодня в 13.33 чуть больше половины солнечного диска оказалось закрытым Луной. Чтобы увидеть редкое астрономическое явление, кировчане использовали магнитные плёнки из дискет, CD и DVD диски, рентгеновские фотоснимки и засвеченную фотоплёнку. Кто-то даже добрался и до обсерватории, не любовался затмением через телескоп. В течение двух часов спутник Земли постепенно закрывал Солнце. В Кирове во время пика звезда скрылась всего на 55%, говорят астрономы. Полное солнечное затмение можно было наблюдать ближе к Арктике, например, на территории земли Франции Иосифа. В Мурманске Солнце тоже скрылось почти полностью. Следующее на очереди лунное затмение ожидается 4 апреля 2015 года. Правда, на территории России его не будет видно. Полюбоваться явлением смогут жители Северной и Южной Америки, Австралии и большей части Азии. Луна с Солнцем постепенно заближается и отдаляется. А почему затмение происходит так редко? Значит, плоскость вращения Земли и плоскость вращения Луны находится под небольшим углом. И затмение происходит тогда, когда Луна пересекает плоскость вращения Земли. Затмение наблюдали и в районах области, например, в Ирхошижимье. Местный астроном-любитель там собрал свой личный телескоп и построил обсерваторию. Именно там Анна Мамаева вместе со звездочетом наблюдала удивительное астрономическое явление. Еще маленько наведем, получше. Обычно Виктор Одинцов появляется в деревне Безденежное по ночам, чтобы полюбоваться на звездное небо. Сегодня – исключение. Приехал посмотреть на солнце. Этого дня он ждал несколько месяцев. Не каждое затмение удается посмотреть. Оно же бывает и под облаками. А сегодня уникальный день у нас. И погода нам благоприятствует. И солнце весеннее. Такое затмение хорошо наблюдать в маленький, любительский телескоп. А вот приближение Венеры, например, лучше посмотреть в прибор помощнее. Его Виктор Дмитриевич хранит в собственной небольшой обсерватории. Три года примерно строил. Вот природный камень, бетонные плиты. И купол из 120 метров металлических труб. Он, как и в настоящих обсерваториях, раскрывается. Свой телескоп Виктор Одинцов собрал лично. Подбирал оптику, трубу, противовесы. Мы ее очень берегом. В чехлы, значит, специально заглушки, которые очень плотно. И вот это стекло, стеклышко, это вот 300 миллиметров диаметра. Стоит примерно полмиллиона. С помощью такой оптики можно разглядеть даже поверхность Юпитера. А Марс, самую близкую к Земле планету, Виктор Дмитриевич и вовсе изучил в подробностях. С противостояния Марса было. Было очень хорошо видно там все пятна. На нем, значит, вращение Марса отслеживалось. Северная полярная шапка очень хорошо была видна. Потом были эти облака видны в этот телескоп. Машина, которая делает ближе звезды, работает от одного щелчка. Пульт управления, блок питания тут. Я его закрываю. Правда, сегодня, кроме затмения, в небе любоваться не на что. Небо, чистое небо, значит, звезды там не видны, потому что сейчас день. Была бы, допустим, абсолютно чистая атмосфера и такое синее небо глубокое, то можно было бы даже и днем увидеть в телескоп звезды. Обсерватория в деревне Безденежное уже стала местной достопримечательностью. Сюда приезжают школьники и воспитанники детсадов из Верхошижемья. Любят здесь проводить время и члены клуба астрономов. Виктор Дмитриевич надеется, что его увлечение поможет и другим полюбить астрономию так же сильно, как и он. Анна Мамаева, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Дайвича. Получили дипломы, медали и кубки. Сегодня в Кирове завершился турнир по фигурному катанию на призы имени Сергея Мироновича Кирова. Участие в нем приняли спортсмены из Владимира, Оренбурга, Перми и других городов России. Кто из спортсменов приехал за победой, а кто просто поучаствовать, у них самих спросила Екатерина Зубарева. На эти соревнования по фигурному катанию Ирина и Егор приехали скорее не за победой, а набраться опыта. Ребята катаются на коньках чуть меньше года и перед каждым выходом на лед очень волнуются. Сегодня прошел последний день турнира. Участники показывали произвольную программу. Всего в соревнованиях приняли участие больше 120 спортсменов из разных городов России. За Кировскую область выступали 50 фигуристов и, как рассказывают организаторы, показали хорошие результаты. В целом выступили неплохо. У нас в первом разряде девушки заняли второе-третье место, Семенская Анастасия и Новоселова Виктория. И сейчас ожидаем в спортивных танцах также и призовые, и первые места. Главную конкуренцию за первые места кировским спортсменам составили фигуристы из Москвы. Победителей соревнований наградили дипломами, медалями и кубками. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Такой была эта пятница глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девяткой.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Удачных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok